Библейский портал экзегет.ру представляет Шестнадцатая глава Иова. Мой перевод с небольшими комментариями для библейского портала Экзегет. Иов отвечает Элефазу. У нас идет второй круг речей. И он напряженнее первого. Здесь гораздо больше руганья уже между друзьями. И я не раз отмечал, еще раз отмечу, что Иов повышает градус дискуссии каждый раз. Он друзьям все более резко отвечает. И тут он прямо сразу с упреков личных. Так отвечал Иов. Много я подобного слышал. От ваших утешений одно горе. Будет ли конец пустословию? Что ж терзает тебя, что ты так отвечаешь? Элефаз строит гладкую речь, его ничего не терзает. Но вот мы отмечали в прошлой главе, сами эти бесконечные повторы показывают его неуверенность. Человек, уверенный в своих словах, не умножает этих слов, не начинает заново по-другому еще раз это объяснять. Я бы тоже рассуждал, как вы, будь вы на моем месте, сплетал бы за вас, против вас за речью речь и с укором качал головой. Я бы вас укреплял речами, утешал бы пустой болтовней. Вот явный резкий упрек, то есть вы мне ничем не помогаете, уж лучше бы не мешали. А в чем проблема-то? А дальше он снова и снова будет пытаться до них донести эту свою боль. «Заговорю, моя боль не стихнет, но если замолчу, не ослабнет. Отнял он у меня последние силы и близких моих рассеял. Схватил меня и сам стал свидетелем. Да и немощь моя против меня говорит». Схватил и стал свидетелем. То есть Бог одновременно полицейский и обвинитель, да, и свидетель обвинения. И к тому же немощь обвиняет Ивова, да, то есть он в таком положении, что вот сами его эти раны, сам его ужас говорит, что вот все плохо, да. И здесь он вот про друзей сказал сразу, а настоящая претензия-то к Богу. «Схватил меня и сам стал свидетелем. Да и немощь моя против меня говорит. Рвет и мечет он в огневе, скрижещет меня зубами. И враги вперед меня взгляд пасти своей на меня разевают. С презрением по щекам хлещут, все разом на меня ополчились. Какие враги? Тут никаких врагов нет. Пришли к нему друзья, но он, кажется, уже их считает врагами, потому что они, хотя они с ним сидели семь дней, мог бы отметить, спасибо, что пришли. Но вот это их нынешнее богословие его совершенно не радует. «Бух отдал меня злодеям, бросил в руки нечестивцам». Это уже, кажется, про друзей, уж прям совсем он заговаривается, как-то он их прям ругает безумно. «Был я безмятежен, а он вверх меня в трепет схватил, за шею изранил и поставил себе мишень, и его стрелы летят отовсюду. Он безжалостно пронзает мои почки, проливает мою желчь на землю. Не оставил на мне живого места, словно ратник могучий меня теснит». Вот, смотрите, Бог такой несколько безумный стрелок, лучник, который ставит живого человека в мишени и в него стреляет, или там опробует на нем свое оружие, вот рубит и колет каким-то мечом. Нашел прохожего и давай на нем упражняться. Ну что это за безумие? Он и Бога уже просто вот совсем-совсем ругает, да? А больно ему, вот почему. «Сшил я себе одежду из дерюги и склонился лбом до земли. Горит лицо мое от плача, и кромешный мрак глаза застилает. Это от горя». Это вот крик ужаса, боли, страдания. Поэтому, наверное, он с таким перехлестом. «А ведь руки мои насилия, не знали, и чиста моя молитва. О, земля, не впитая моей крови». Представление о том, что земля впитывает кровь и как бы обнуляет убийство. Да, вот он говорит фактически, смотри, Бог меня ранит стрелами, мечом своим. Не дай этой крови впитаться, пусть эта кровь кричит к земле, от земли, как кровь праведного Авеля, убитого Каином, кричала к Богу от земли. Вот так пусть кровь, которую поливает Бог, моя кровь, выпьет, только непонятно к кому. «У земля, не впитая моей крови, пусть забвение мой крик не поглотит». Вот уж точно не поглотило, до сих пор читаем. И дальше он дает неожиданный такой поворот своей мысли. «Все же есть у меня на небе свидетель, есть кому за меня поручиться свыше». Это кто? Это Бог? А как тогда получается, что Бог одновременно его поставил мишенью и свидетельствует о том, что Бог его поставил себе мишенью? Он одновременно в двух ролях. Давайте дочитаем, потом к этому еще вернемся. «Друзья надо мной глумятся, но слезы мои льются пред Богом. Рассудит ли кто человека с Богом, словно двух людей между собой? Ведь пройдут считанные годы, и уйду я в путь безвозвратный». Но это про смерть, дальше про нее будет. В 17 главе. Смотрите, он говорит о Боге как посредники между Богом, опять-таки Богом, и самим Иовом. И вот эта идея, которая в Новом Завете будет раскрыта очень ярко и полно. Он говорит, что посредником между Богом и человеком может быть только Бог, потому что посредник должен быть равен или выше, или хотя бы равен тому, кого он, собственно говоря, примиряет. То есть примирить Бога с человеком может только Бог. И вот в этом уже некоторая дверца к вести Нового Завета. О Мессии, о Христе, Иов ничего конкретного об этом не говорит, но он ясно ставит этот вопрос и ответ действительно только в Новом Завете. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok